Информационная служба телерадио-компании «Гомель» протягивает работу эфира, у студии працует Евген Поболовец. Добрый вечер для детей в этом выпуске. Зима начинает наступление. На этом тынье в регионе ждет похолодание. 1,5 млн. рублей планируется накеровать в этот бюджет «Гомеля» от продажи земельных участков. В Крамянском районе пройшли полевые испыты хартов. Сегодня у православных распадшался калядный пост. А зараз об этом иншим больше подробно. Моцный снегопад сегодня обрушился на «Гомель». Умовы на дворе ускладнили дорожную обстановку. Подаденных держав этой инспекции по стане на 16 годину в областном центре отбылося 26 сутыкнений. На Полесском мосте у «Гомеля» зафиксовано двойное дорожно-транспортное оздорение. Пошкоджение отримали одразу 5 авто. Подробностей у наших корреспондентов. Приклад на полове 8-й годины ранятся обильные снегопады закранули частку Гомельского и Будокошалевского района. И уже по стане на 10-й годин снежное покрово было больше за 1 сантиметр. Ничего надзвычайного в этом нема прокомментировали дорожники. Для конца листопада это штатная ситуация. Во словах керавництва руб «Гомель-Аутодар» предприемство полностью готово до моцных опадков. Система видеоназирания ведет круглосуточный мониторинг за станом дорог и перемещением автомашин. При необходности на дороге выходит спецтехника, как обочистить полотно и опрацовать с упрость гололедными сумесями. Для работников дорожных служб сегодняшняя ситуация – это обычная ситуация. Судя по информации наших GPS-навигаторов и видеонаблюдения, можем сказать, что в районах Бутокошалевском районе, Гомельском районе техника полностью, наши филиалы выехали на обработку противоголовных материалов и устраняет скользкость. Уже были сильные осадки. Они составляли до 10 сантиметров за 6 часов. Это достаточно считается по нормам сильные осадки. И мы с ними достаточно успешно справились. В первые хвилины снегопаду дорога становится непродказально слизкой. Необдуманные деньги водители у Лихачева могут обернуться неприемным здоровьем. Так, с сегодня до 13-ти годин дня у Гомеля отбылось 18 дорожно-транспортных здоровьев. Сумную статистику да и пополнили сутыкнение, связанное как раз с порушением интервалу по межтранспортными сродками. На Полесском мосте у Гомеля до приклада по ланцужку одразу три машины уехали в две и иншие, которые до этого уже выставили аварийный знак. Уличивающие несприяльные умовы на дороге, сопрацовники державтоинспекции нагадывают водителям о правилах, поводенных в складанных умовах. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и терпеливыми на дорогах. Соблюдайте такую скорость и интервал движения, чтобы избежать резкого торможения. А если все же требуется замедлить ход, делайте это очень осторожно, дабы избежать заноса. Межтым небеспеку для пешеходов представляют слизкие тротуары и пероходы. Державтоинспекция свертается и до этой категории удельников дорожного руху с просьбой памятать про светлоотбивальные элементы в темный час суток. На удень навод на зеленый сигнал светлофора не спешатся переходит в проездную участку. По информации областного гидрометеоцентра, на этом тыдне прогнозуется понижение температуры поветра. Будет от нуля до минус 5-ти удень и каля 6-8 градусов мороза у ночи. А у ночь за уторка на Сераду при прояснениях слупок термометра в особных районах опустится до минус 15 градусов. На большей части территории в области что день чакаются снег, и мокрый снег с дождем на дорогах захавается гололедеца. Наталья Игнаценко, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Полтора миллиона рублей плануется накеровать селитов в бюджет «Гомеля» от продажи земельных участков. Земельные аукционы в областном центре проводят двоечу в месяц. Те, отповидают это потребованиям гомельчан. И тему же город отрималивать больше прибытков от аукционной деятельности. Этими питаниями зацекавились депутаты городского совета. Настасья Кучинская протягнет тему. У отповедности с законодавством землю за аукционом в нашей краине можно набыть подбудовництво жилья для коммерцийного выкористания. В минулом году у «Гомеля» земельные наделы таким шином купили 60 уластников. Все лето коля 70. Мы ведем, скажем так, плодотворную эффективную работу по формированию земельных участков на аукционные торги. По сравнению с прошлым годом мы повысили данный показатель в числовом эквиваленте, скажем так, на 15%. В деньгах неденоминированных сумма составляет около 11,4 миллиарда рублей. Значит, планируемая сумма продаж в этом году доход бюджета от продажи земельных участков будет составлять около 15 миллиардов рублей. Участки под жильевое будовництво корыстаются повышенным попытом побудовать дом в городе, где добра развитая инфраструктура, жадающих хапая. Але знасти таки участок не просто. Гомель шильно забудованный. С коммерциейной землей иншая справа. Тут пропанова перевышая попыт. Больше жадающих шукаюсь участки подбудовництва невеликих гандлевых павильонов. Буйные объекты берутся редко. В этой встрече городских депутатов с упрацовниками землеупродковальной службы сделать продаж коммерциейных участков больше активным. Для городского бюджета у гэтым подвоенная выгода. Сродки от земельных аукционов идуть на опаляпшение городской инфраструктуры, а новые коммерциейные объекты уносят свой уклад у экономику города. Если взять продажу земельных участков для различных целей через аукционы, город Гомель занимает в республике одно из первых мест. В целом, я считаю, что есть еще над чем работать нашим службам. Есть много у нас голых пятен, как на территории нашего города, которые по генеральному плану под те или иные цели предусмотрены. Их надо быстрее реализовывать. На Сустрэйшу изнимаете еще одно питание, которое хвалюют депутаты. Сгодно опошним подликам, в городе 360 объектов, которые не используются. Те используются неэффективно, а могли бы работать и пополнять бюджет. Как выник Сустрэйши, пропонула заработать информацию о махчимостях набыть за аукцион на земельный участок, те пустующий объект больше доступный. Причем не только для Гомеля и Беларуси, а и для замежных бизнесменов. Треба поширать особистые, шукать партнерские рекламные интернет-пляцовки. Донести думку, Гомель – это город, где приватный бизнес витают. Настасия Кучинская, Игорь Марышенко, телерадо «Компания Гомель». Гомельский облаконкам выросил на три месяца протягнуть термин реализации постановы об створении належных санитарно-бытовых умов у сельскох господарших организациях. Это обумовлено тем, что за отведенный час каждая десятая господарка так не навела у себя парадок. Олег Сенсеров наведал Чарширский район. В первую очередь реальное ожидание и только потом достатковая колькость сродков. В акционерном товаристве «Отер» кажут, что тут завсюду лечить гроши, а тому им кнутся расходовать их максимально рационально. Но это не означает усягольную экономию. У селяки мрази, когда размываются по творению для работников належных санитарно-бытовых умов. Необходность проведения такой работы на Гомельщине никто не спречивает. Но за год деяния отповедного решения облаконкам у каждой десятой господарцы его так и не выконали. Было принято Гомельскому облсполковому решение продлить срок исполнения данных мероприятий до 1 февраля 2017 года. Соответственно, у руководителей сельхозорганизации еще есть шанс за эти два месяца выполнить все необходимые требования госанадзора. И таким образом, во-первых, обеспечить достойные условия труда работающих, во-вторых, избежать дополнительных санкций со стороны надзорных органов. А прача створения санитарно-бытовых умов для работников, ращения облаконкам, продовлеживающие и обцеливание месту для мытья техники сельхозпродприемцев, тут так само есть проблемы. И еще одно питание – сбор и сдача на перепрацовку промысловых отходов. Не то, якаб доведенные планы игноровались, але и вязковцам не за все да заразумелым. Чому я не повинны сами вывозить отпрацованные, да еще и платить за это, калі потом усе сдадзенное идзе на перепрацовку и нехта отрымывая нядрэнный прыбыток. Лозунг «Наконт перетворения отходов у доходы» насправе не за все да отповедая реальности. Каб сдать тонну отпрацованных шин, например, господарка повинна еще и заплатить, каля 100 рублев, и гэта калі не уличвать транспортные расходы. Калі был покладзен асфальт на ферме «Покач» акционерного товариства «Звезда», тепер уже ніхто не памятає. Але часом ён прийшел у такий стан, што навод сметя подмістена ім було немагчиме. Пасля обмерковання розних вариантов господарцы приняли рашення по масштабному доброупроткрованні території. Затраты ёсць, але і отременные плюсы немаленькі. Починаючат захавання техніки, для якой рані гэта територія бала саправданным вопробованням. Асфальтировать територію для того, чтобы можна було техніки работать, чтобы людям было приятно. І території ж сьогодні должны расти цветы на клумбах. Должна быть чистота, должен быть порядок. Поэтому це було необхідно. І все це нам обошлось. 85 тисяч динаминированних рублі. Олексій Нтеров, Євген Макеєнко, телерадиокомпанія «Гомель», Чачарський район. В Крамянськім районі пройшли полеві іспыты «Хартоу». Мероприємство оказалось і міжнародним. У делу ім приняли аматори собаководства з Беларусі, Росії і Гермії. За полеванням безброї назірали наші корреспонденты. Головная задача таких іспытау – проверить рабочі якості собак. Гэта не просто домашнія живелысь. Родудельніка у споборніства у дзеючая чемпіоны Росії і Європы. А про таго на гэты раз у Кармянський район привезли ірландського ваукадава. У споборніствах ён нічим не горш. Увогулі неколі полевання з хартами називали царским. Проткі гэтых собак были вядомые яще за 4 тисячі годів до нашої еры. С таго часу і на кріху змінилися, але по ранейшому высоко ценятьсяся рот спеціалістів і аматорів. Проблема полевання з хартами у відсутністі відповідної здобачі. У більшості країн Європи тих же зайців іліц практично не зісталося. Тим більш приємно, коли отримливається не просто вийзти на поле, але й вернуться с трофеєм. Собаку Маргариты Антоновой зовуть Дорогіся Барсаколік. На кормянщині ён у першыню зловіў зайца. Ми рады всі, безусловно, тому що зайц красивый, 4 кілограма 800 граммов був пойман нами. Большість привезінных на іспыты хартов живуть у звичайних шматповерховых домах. Іх господары кажуть, що гэта вельмі спакойнае собаки. Агресія у адносінах до чалавека у вогулі лічится бракам породы. Марина Кірбітова з Санкт-Петербургу веде об хартах усе. Яєсь аброу завуть Рысь і заповєтная Мара. Собаки очень спакойные, і в квартире їх практически незаметно. То есть вони заходят, их даже не видно. Ложатся, лежат, все. А вот на улице, конечно, осознаеш всю мощь русской борзой. На іспыты хартаў у Кармянськім районі одвіли 5 дзён. Продставнікі областной організації беларуского товарыства поляўнічих і рыбалував подлічіли. За дзень удзельнікі іспытаў робіли до 25 тисяч кроков. Гэта каля 18 кілометраў. Нажаль, саправднае палівання с хартами сёння на Уратці можна убачыць. А ось палявые іспыты гэтых граціозных собак у минулая пакульня дышлі. Может быть, потому, что вот эта перевозка именно животных влияет. Как правило, они пользуются нашими услугами собаки Єгерской службы. Со своими редко. На испытания, да. На испытания, на чемпионаты, к нам приезжают со своими собаками. Олег Сенцюров, Сергей Нігеревич и Євген Макеенко. Телерадио кампания «Гомель», Кармянський район. У Гомеля пройшоў региональны кастанг на удзелу міжнародным фестивалі «Славянський базар» у Витебску. Отбор проходзеў по двох номінаціях. Конкурс выканавців естрадной пісні і дзетячий музычный конкурс. З удзельніками познайомілася Ганна Каральчук. На гэтам конкурсным етапі журы выбирае п'ять дорослых і п'ять юных удзельнікаў із розных регіонів країны. Співаки працтавляюць па дві пісні – беларускага аутара на беларускай мові і пісню на выбар, яка аб добра паказала выканальницкая майстерства. Дарэч, ўсі претендэнты маюць вопыт концертных выступлэнняў. Занімаўся вокалам ўже где-то п'ять лет, а так вообще, как бы, занімаўась в музыкальній школі по класу скрипкі. І нікогда даже не задумывалась. Но потом начала пробуваць, і мне как-то это очім панравялась. Йысь колектив, называецца «Янг Биварс». Мы участвуваліць в Сошкам Шлягері. Цаню там второе место. Это кавер-бэндс. У дзелу фістывалі, а тым більш паспяховы, даєва канавцам путелку на вялікую сцену. Тому члены журы старанна выбирают тых, хто варты гэтага шансу. А крамя непасрэдновакальных дадзінах, звертаюць увагу на выбар репертуару, тоя, на колькі пэсня падыходзіць в канавцу. Мае значэння наваць працяглась выступлэння. Яна не павінна перавышаць чтырох хвілін. Народный артыст Беларусі Василь Раінчык празнаецца, што выбраць одного перамошцю прастей, чым вырашаць, хто виступіл горш за інших. Маленька девочка, которая спела пісенку про кушечку. Просто очень удивила, мне понравилась. Она самая маленькая, и вот было очень уютно. Уютно её исполнение именно этой пісенки. Второй они придумали что-нибудь. А из взрослых мне очень понравился, как всегда, ваш парень, который поёт буритону. Для наступного этапу обранные конкурсанты повинны отправить видеозаписи двух пісен у Министерства культуры. У студзені экспертная група выбера из усіх претендентов по 10 выканавців у кожной узростовой категории для вращального національного отбору. Ганна Коральчук, Михаил Рабко, телерадиокампания «Гомель». Сегодня у православных распочался калядный пост. Йон должиться сорок дён до семаго студене и рыхтуя вернику до свята Рожства Христова. Калядный пост инакш называется Пилиповым у гонора апостола Пилипа. Лишиться, что йон потребный, как очистить себе перед пришествием сбавителя на землю. При этом калядный пост не такий строгий, як великий Теуспенске. Заборонены мясные и молочные продукты, яйки, сыр. У понеделок, сяроду и пятницу нельга уживать рыбу, вино и аллей. Однако в остатние дни можно рыхтовать ежу на аллее. Рыба дозволяется у субботу и неделю, а так само у дни церковных святов. По христианских традициях пост целесный сопроводжается духовным. Это молитва, покаяние, устремание дрозных спокус и дарование кривдов. Нужно подготовиться к исповедению, к причастию. Есть специальные молитвы, которые перед этим читаются. И самое главное, настроенность духовная должна нас подводить именно к самому празднику Рождества Христу. Вот на это нам отпущено 40 дней. На этом выпуск завершен. У студии працював Йоген Пабалавец. На всякого доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин